Добрый вечер! 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 денежных средств как раз таки в виде акций. Это будут не денежные средства, это будут инвестиционные вложения. А вот как раз таки эквивалентами будут вклады те, которые мы можем сразу и пикселя обналичить, как говорится, по требованию. Соответственно, они все будут попадать в отчет о движении денежных средств. Также в отчете о движении денежных средств мы будем с вами говорить о том, что генерируют денежные потоки. И под денежными потоками, посмотрите, это совокупность всех распределенных во времени объемов поступления и выбытия. То есть когда мы говорим поступление, то мы не будем перечислять все в отчете поступления каждый день от каждого покупателя, может быть, поставщика. А мы будем говорить о совокупности. То есть поступление – это итогов. Так же, как и выбытие, то есть наши платежи – это итогов. И когда мы говорим о денежных потоках, мы будем говорить положительный денежный поток – это приток, то бишь поступление денежных средств. И выбытие отток будем называть отрицательным денежным потоком. Так же денежные потоки, так как мы сказали, они у нас отрицательные и положительные, они будут распределяться у нас по видам деятельности. Разность между положительным и отрицательным денежным потоком по каждому из видов деятельности мы будем называть чистым денежным потоком. В бухгалтерском отчете это то, что называется сальдо денежных потоков. То есть мы берем все наши поступления, минусуем все наши платежи и получаем тот самый чистый денежный поток, либо сальдо. Соответственно, мы с вами говорим, что потоки в соответствии с ПБУ в России у нас распределяются на денежные потоки от текущих инвестиционных и финансовых операций. Международные отчетности аналогично выделяют три направления данной деятельности для отчета движения денежных средств. Давайте посмотрим, какие платежи, поступления куда попадают, чтобы потом и понять, а где какую разницу мы будем искать. Если говорить о денежных потоках от текущих операций, то это все те денежные потоки, то есть поступления и платежи, которые связаны с нашей обычной деятельностью. Что значит обычная деятельность? Та деятельность, которая указана в уставе предприятия в качестве основной. Ее же называют текущая основная операционная деятельность. Это слова синонимы. То есть та деятельность, которая приводит как раз-таки к организации основной прибыли предприятий, генерации. Соответственно, к текущим операциям, если мы будем отображать это в отчете движения денежных средств, это как раз-таки показывает, насколько основная деятельность предприятия обеспечивает ее деньгами. Ведь считается, что именно текущая деятельность должна обеспечить инвестиционную и покрыть финансовую. Ведь именно за счет поступлений чистого денежного потока текущей деятельности мы должны инвестировать, может быть, закупать основные средства, делать инвестиционные вложения и выплачивать те кредиты, займы, которые мы ранее приобрели. Соответственно, к поступлениям и платежам по текущей деятельности будут относиться следующие потоки. Ну, вот в качестве примера давайте рассмотрим. Ну, самое очевидное – это поступление от продажи тех товаров, может быть, услуг, работ, в зависимости от того, чем мы занимаемся, которые являются основной деятельностью компании. Также к текущим операциям будут относиться поступления арендных платежей, комиссионных и иных аналогичных. Как правило, они выделяются в отдельную строку. То есть мы в отчете видим поступление от текущих операций. И первый пункт – это поступление от продажи. Второй пункт – уже поступление арендных платежей и так далее. Сюда же к текущей деятельности будут относиться платежи. Это уже отрицательные денежные потоки пошли. Поставщикам, подрядчикам, если мы закупаем как раз-таки сырье, материалы, расплачиваемся за оказанные нам услуги, проделанные работы. Тут же сюда же будут относиться к отрицательным потокам, то есть к нашим платежам оплата труда работников организации. Причем, посмотрите, пожалуйста, если когда мы с вами формируем отчеты о финансовых результатах, то мы выделяем оплату труда производственных рабочих, которые часто попадают в себестоимость, и отдельно выделяем оплату труда управленческого персонала, который попадает в управленческие наши расходы, то с точки зрения формирования отчета о движении денежных средств, все это, как наша производственная деятельность, управленческая, коммерческая, все это относится к обычной деятельности. Поэтому, когда мы говорим об оплате труда, то весь труд организации, независимо от того, производственные это рабочие или это наши накладные затраты, оплачиваемый труд управленческого персонала, СДР, коммерческого, сбытового персонала, все это попадает в денежные потоки по текущим операциям. Также сюда будут относиться платежи по налогу на прибыль. Собственно говоря, все налоговые платежи, будь то социальные, там специальные налоги, там может быть акцизные сборы, все это будет относиться к текущей деятельности. К текущей деятельности будет относиться и уплата процентов по долговым обязательствам. Вот если мы говорим получение денег, то есть кредита, это у нас будет финансовая деятельность, так же как и гашение, то уплата процентов будет отображаться в текущей деятельности, поскольку для чего мы взяли с вами кредиты? Для осуществления той самой текущей деятельности. Это расход нашей организации, который уменьшает налог на прибыль, поэтому уплата процентов также относится к денежным потокам от текущих операций. Собственно говоря, и другие все поступления и платежи, которые связаны с обычной деятельностью. При этом еще раз обращаю внимание, в отличие от отчета финансовых результатов, где мы отдельно выделяем производственную деятельность и накладные расходы в виде управленческих и коммерческих, эта деятельность принадлежит к обычной с точки зрения формирования денежных потоков. Второй вид денежных потоков, как мы с вами сказали, помимо текущих операций, это наши финансовые, инвестиционные операции. Это те денежные потоки, которые связаны с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов. И внеоборотные активы это могут быть как наши основные средства, а могут быть долгосрочные финансовые вложения инвестиционного характера. Это тоже будет все отображаться в инвестиционной деятельности. И давайте теперь посмотрим, а какие поступления платежи сюда отнесутся. Посмотрите, пожалуйста, сюда мы с вами отнесем платежи поставщикам, подрядчикам, и посмотрите, работникам организации, которые связаны именно с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией, подготовкой. То есть с любым аспектом деятельности, которые связаны именно с использованием или приобретением внеоборотных активов. Ну, посмотрите, да, мы эту производственную линию приобрели для того, чтобы использовать свои производства. Казалось бы, обычная деятельность. Но ведь в нашем уставе написано, мы, предположим, создание меткого товара и продаж, а не приобретение продажи оборудования. Поэтому когда мы с вами приобретаем внеоборотные активы, то есть те активы, которые мы будем использовать долго, более одного производственного цикла, то это инвестиционные наши вложения. Поэтому все затраты, которые мы делаем, приобретение, доставка, пусто-наладка, может быть, работа нашего персонала, связанного как раз-таки со строительством, модернизацией этих внеоборотных активов, все это наша инвестиционная деятельность. Соответственно, если наши внеоборотные активы выбывают, и мы получаем за это деньги, то, может быть, наша линия морально устарела, мы ее обновим, купим новую, а данную линию продаем предприятиям, так называемого, второго эшелона, то это поступление не от обычной деятельности, а поступление от финансовой деятельности. От инвестиционной деятельности, абсолютно правильно, извините, я оговорилась. Соответственно, если мы с вами делаем платежи, покупаем, предположим, акции сторонних предприятий, как раз-таки с целью получения какого-то моментов, то это наши инвестиционные вложения. И также, если мы продаем эти акции, будь то чужие, которые мы приобретали, как раз в инвестиционной цели, а может быть, соответственно, доли участия, если мы покупали долю участия, все это инвестиционные поступления. Соответственно, если мы предоставляем займы, имеется в виду процентные займы другим организациям, то в данном случае, смотрите, пожалуйста, очень часто путают, если мы покупать, мы грузили продукцию со срочкой платежа, то есть фактически предоставили товар на кредит, то это у нас наша основная деятельность, и когда она будет гаситься, это денежные потоки по нашей основной деятельности. А вот когда мы предоставили займ именно по договору за и в данном случае зарабатывали, то это инвестиционная деятельность, поскольку мы разместили деньги с целью их приращивания, то в данном случае эти предоставления, также как и возврат займа, будет попадать в денежные потоки по инвестиционным операциям. Соответственно, поступление дивидендов, так же как и аналогичное поступление долевого участия в других организациях, все это наша инвестиционная деятельность. Соответственно, далее мы с вами говорили о том, что у любой организации есть финансовые операции, и вот финансовые операции, это все те операции, которые связаны с привлечением денежных средств, мы можем с вами получать, мы можем получать займы, которые нам нужны для осуществления, будь то нашей финансовой деятельности, либо инвестиционной. Все это приводит к изменению и увеличению структуры капитала, то есть в нашей структуре, то есть в нашем пассиве появляется заемный капитал. Соответственно, привлечение денежных средств на возвратные основы, как и в данном случае, это финансовые операции. Итак, денежные потоки от финансовых операций, как мы с вами разобрались, это все те потоки, которые связаны с привлечением денежных средств, и одним из показателей является то, что у нас изменяется структура капитала, то есть появляется заемный капитал. Давайте посмотрим, какие денежные потоки попадают именно в данное направление. Сюда у нас будут попадать денежные вклады собственников, то есть наших участников, поступления от выпуска акций. То есть если у нас происходит увеличение установок капитала, и мы провели эмиссию, если наши собственники по своему решению увеличили капитал и внесли взносы, это все будет финансовая деятельность, потому что у нас поменялась структура капитала. В данном случае добавился собственный капитал. Далее, посмотрите, если организация выкупает акции, то есть формально у нас уставной капитал остался тот же, но у нас теперь появится в структуре пассива строка акции выкуплены, это будет отрицательное значение, то есть эти акции теперь принадлежат самой компании, компания собственных данных акций. Это будут платежи, опять же, по финансовым операциям, поскольку произошли изменения в структуре собственного капитала, собственный капитал в данном случае будет уменьшен. Компании, так как деньги были направлены на выкуп. Уплата дивидендов в данном случае, это если принято решение о распределении, принято нашим акционерам дивидендов. Если у нас как раз-таки были поступления, выпуск облигаций, векселей, то есть если компания сделала такие выпуски, то это все поступления по финансовой деятельности, поскольку основная задача привлечь деньги. Ну и, конечно же, если мы выпустили акции, это поступления, затем мы свои векселя, облигации, если мы выкупаем векселя, либо облигации, либо другие долговые бумаги, которые выдавали, то это платежи. И, конечно же, наиболее популярная строка, которая у нас в финансовых операциях отображается, это возврат кредитов и займов ранее полученных компаний. Ну, знаете, есть такая шутка. Один раз получили, у нас поток положительный, потом всю оставшуюся жизнь расплачиваемся. То есть у нас отрицательные денежные потоки как раз-таки по финансовым операциям. Давайте теперь посмотрим, а как же у нас это все будет сочетаться. Итак, если говорить о структуре отчета движения денежных средств, то наш отчет включает абсолютно все поступления и все платежи, а также отставки на начало и на конец периода. Это в соответствии с российским нашим ПБУ. И данный отчет, он включается в годовую финансовую отчетность. Как мы помним, форма 1, 2 и 4 – это обязательные формы финансовой отчетности, предоставляемые в все заинтересованные органы. Соответственно, информация в отчете, в соответствии с законодательством, предоставляется за два периода. То есть за текущий и за аналогичный период предыдущий, чтобы мы могли посмотреть, какие изменения произошли. Увеличились потоки, уменьшились, посмотрели сопоставимость цифр. Соответственно, остаток денежных средств на начало, на конец предыдущего периода, равен началу, находящему остатку текущего периода. Соответственно, форма будет разделена на три части. Мы с вами сказали, мы увидим денежные потоки по всем трем видам деятельности. И в рамках каждого денежного потока направления увидим поступления и платежи. Соответственно, в российской отчетности все показатели, независимо от того, каким методом мы строим отчетность, будут отображаться в рублях. Если мы говорим международные, то, соответственно, в той валюте, которая выбрала предприятие. Несмотря на то, что у многих предприятий, особенно первого эшелона, есть так называемые валютные, мультивалютные счета, в отчетности мы будем видеть в рублях. В данном случае будут все валютные запасы, обороты пересчитываться. По официальному курсу, устанавливаемые именно на дату осуществления или поступления платежа. То есть, если мы платили, скажем, в середине года, то тут же этот платеж пересчитан. А остатки, если мы отчет готовим на 31 декабря, то остатки будут считаться на последний день торгов именно по курсу Центробанка Российской Федерации. Соответственно, если говорить о структуре, то помимо поступлений и платежей мы по каждому виду деятельности увидим такой показатель, как сальдо денежных потоков. Это все то, что мы раньше говорили в финансовом анализе, называется чистый денежный поток. Это математическая разница между поступлениями и платежами. И кроме того, смотрите, пожалуйста, вычисляется сальдо денежных потоков за отчетный период, который представляет собой сумму денежных потоков. Давайте посмотрим на структуру, как это будет выглядеть в нашем документе. И сейчас, одну минутку, я покажу структуру в виде таблицы. Посмотрите, структурно, я табличку сделала в Word, структурно нам можно представить это следующим образом. Это то, как выглядит отчет о движении денежных средств в Российской Федерации. Это метод, который получил название прямой, с которым работает большинство из нас. И вот наша задача будет разобраться, о чем отличается косвенный метод. Посмотрите, пожалуйста. То есть мы с вами видим в форме 4 денежные потоки по текущим операциям, денежные потоки по инвестиционным операциям и денежные потоки от финансовых операций. Внутри каждого вида деятельности мы видим поступление всего, платежи всего. И сальдо, которое рассчитывается как разница. Соответственно, также мы в отчетности увидим сальдо денежных потоков за отчетный период и расчетная формула. У нас, как мы с вами сказали, математическая сумма всех трех чистых денежных потоков. Также у нас есть остаток денежных средств на начало периода. И мы с вами сказали, это остаток на конец периода предыдущего. Есть строка справочная, величина влияния изменений курса иностранных валют. Но это вот как раз таки, если наши остатки на начало периода и на конец периода имеются валютные, то разница, которая произошла в изменении курса, мы увидим в этой строке. Ну, посмотрите, предположим, у меня на счету на начало 15-го года было 100 долларов, и курс был 50 долларов, 50 рублей за доллар. Предположим, тогда получается, что у меня на счету, когда я делаю отчет, 5000 рублей. А когда я делаю отчетность на конец периода, у меня, предположим, все те же 100 долларов, но курс уже 70 рублей. И я пишу 7000. Но 2000 мне не приходило, это не поступление. Вот эти 2000, это попадет у меня в строку 4,490. То есть как величина разницы. И тогда остаток денежных средств на конец периода, посмотрите, какая будет формула, сумма на начало плюс величина чистого денежного потока за период и плюс величина как раз таки корректировок. Соответственно, посмотрите, я смотрю, сколько у меня было в рублях на начало, плюс чистый денежный поток и корректировки, если они были. Причем корректировки могут быть как отрицательные, так и положительные. Это так называемая структура отчета, построенного прямым методом, с которым мы с вами и работаем. Какие показатели мы можем рассчитать, здесь мы сейчас поговорим. А вот если поговорить о том, о чем же прямой и косвенный метод отличаются друг от друга, то в мировой практике используют как прямой метод, и как вы видели из нашей таблички, он предполагает использование именно учетных записей из наших оборотов. То есть мы смотрим реальные обороты, сколько денег поступило, сколько выбыло, и в нашей таблице суммируем. То есть мы видим суммарно все поступления, все платежи, рассчитываем чистый денежный поток. А вот как раз-таки косвенный метод, он предполагает использование не только статей денежных средств, но и структурное изменение всех активов и пассивов. Мы сейчас с вами посмотрим. И для начала мы с вами разберемся, а для чего же косвенный метод нужен. Вот если прямой метод позволяет нам в нашей табличке отследить, а как наши деньги, то есть фактически наш остаток на начало периода превратился в остаток на конец периода и дает нам информацию, позволяет проанализировать, а на какой вид деятельности пришлись основные поступления, на какой вид деятельности, наоборот, пришлись основные платежи, где мы деньги теряли, то зачастую акционеры интересуют другое. Почему же мы видим прибыль, но не видим денег? То есть тот вопрос, с которого мы с вами начали. И для этого сначала необходимо разобраться, а почему же прибыль, прибыль, которую имеет предприятие, отличается от реального денежных потоков. И давайте посмотрим. Причины этих различий, а их у нас может быть несколько. Посмотрите, пожалуйста. В первую очередь наши различия обеспечиваются тем, что финансовый результат, который мы отображаем в форме 2, то есть ту прибыль, а может быть убыток, который мы получили, мы считаем с рядом оговорок. И первая оговорка. Выручка всегда формируется у нас методом начисления. А что это обозначает? Если я сейчас продукцию отгрузила, а может быть оказала работу и подписала акт выполненных работ, акт выполненных услуг, то выручка у меня уже возникла, что, собственно говоря, привело к появлению прибыли. Но это вовсе не означает, что деньги я уже получила. Ведь если я покупателям дала отсрочку платежа, то эти деньги я получу, может быть, даже в следующем отчетном периоде, в следующем году. Так же, как и я могла эти деньги получить ранее, в предыдущем отчетном периоде, если наши покупатели заплатили мне авансы. А работа оказалась сейчас. Выручка – это этого периода. А деньги могли быть как в предыдущем, так и в следующем отчетном периоде. Второй момент. Наличие расходов будущих периодов приводит к тому, что реальная величина платежей отличается от расходов, которые мы отнесли на себе стоимость. Ну, посмотрите. Предположим, мы в этом периоде понесли расходы будущих периодов. Мы, предположим, купили некую лицензию на осуществление деятельности. Эту лицензию мы купили на пять лет вперед. К расходам, которые попадут в себе стоимость, это будут только, то есть мы купили на пять лет, а на пятый. А платежи мы сделали все сейчас. То есть денег мы потратили реально больше, чем включено в себе стоимость. То есть прибыль у нас будет больше, чем имеющаяся сумма денежных средств. Далее, посмотрите, пожалуйста. Если в нашем периоде есть расходы, которые сопровождались возникновением кредиторской задолженности. Ну, посмотрите. Я закупила сырье, и я его уже истратила на производство продукции, и продукцию отбользила. То есть у меня есть строка себе стоимость, моя прибыль меньше. Но поставщику я денег еще не заплатила. Я заплачу поток. То есть денег у меня будет больше, чем моя прибыль в связи с этой причиной. Сейчас все понимают, о чем я говорю, ребята. То есть у нас на основе этих причин как раз-таки и возникает разница. Финансовые потоки, денежные потоки отличаются от финансового результата. И посмотрите, пожалуйста. Есть также ряд финансовых, вернее, ряд расходов, которые не сопровождают влияние, не сопровождаются нашими оттоками. Ну, посмотрите. В расходы мы всегда включаем амортизацию. Это назначен наш расход. Но сейчас мы этих денег никому не платили. Мы когда-то купили это основное средство, наш необоротный актив, и он постепенно будет переноситься на себестоимость. Алексей спрашивает, разве курсовая разница не должна списываться в финансовую деятельность? Курсовая разница в финансовую деятельность, вы имеете в виду, это убыток либо прибыль в отчете о финансовых результатах. А мы сейчас говорим об отчете о движении денежных средств. Ребята, не путайте. Посмотрите, если у нас возникли курсовые разницы как раз-таки, ну, предположим, она положительная, курс увеличился, когда мы формируем отчет о финансовых результатах, то это у нас будут прочие доходы, то есть мы получили прибыль от курсовых разниц. А когда мы как раз-таки говорим о финансовом, об отчете о движении денежных средств, реально там этих денег не получали, то есть нам никто их не перечислил, это будет отображаться как раз-таки в строке 4 490, как раз-таки влияние курсовых разниц, поскольку реальных потоков не было. Алексей. Да, хорошо. Соответственно, посмотрите, то есть первая причина расхождения у нас это в том, что выручка, которая приводит и себестоимость, то есть и доходы, и расходы, которые приходят к появлению финансового результата, ведутся по методу начисления. Но у нас сейчас только малый бизнес, это фактически, ну, совсем малый может по кассовому методу считать, это те, кто находится, так называемые, на упрощенке. Поэтому в данном случае они не строят отчет косвенным методом, это однозначно. Весь средний и крупный бизнес делает у нас по методу начисления, это по отгрузке. А вот отчет о движении денежных следствий ведется по кассовому методу, то есть деньги реально пришли и ушли. У нас возникают разницы. Вторая причина отклонений, которые возникают, это как раз-таки наша инвестиционная деятельность. Но посмотрите, мы сказали, приобретение долгосрочных активов предполагает получение от них доходов в течение долгого времени. Но если мы купили производственную линию, которая как раз-таки будет необоротным активом, в частности, основным средством, деньги мы потратили сейчас. Мы закупили, ну скажем, потратили 20 миллионов, закупили линию, а на расходы у нас будет отнесена только амортизация. Даже если мы считаем самым простым линейным методом, ну скажем, равномерного начисления износа, то если у нас данная производственная линия имеет срок эксплуатации 10 лет, а потратили мы 20 миллионов, то на этот год у нас будет только 2 миллиона амортизации. А остальные 18 мы заплатили, но это не расход. У нас появился актив, вернее, не расход денежных средств, я имею в виду. Поэтому не расход. Поэтому у нас себестоимость войдет 2 миллиона, а денег мы потратили, заплатили 20. И это опять же приходит к формированию разницы между прибылью и реальным денежным астатом. И третья причина выявления как раз-таки отклонений, это то, что источник увеличения денежных средств не обязательно является прибыль. Наши деньги возникают у нас не только за счет появления прибыли. Ну, посмотрите, вот я пишу, мы можем быть, то есть деньги у нас поступили к нам за счет привлечения заемных денежных средств. Это привлечение денежных средств не является нашим доходом, так же, как и платежи по возврату тех же кредитов и займов не являются нашим расходом. И, соответственно, заключительная вот четвертая причина, почему наш финансовый результат отклоняется от суммы реальных денежных средств, это как раз-таки изменение величины оборотных активов. Ну, посмотрите, когда я закупила сырье некая для производства, то есть материалы, может быть, сырье, и закупила я на миллион, то в данном случае у меня расходы не возьмут, но у меня деньги превратились в другой актив, то есть денежные активы превратились в запасы. А я только часть потратила на производство продукции, скажем, купила на миллион, а 600 использовала и отгрузила. Вот эти деньги войдут в себестоимость, а оставшиеся деньги потрачены они у меня отобразятся в оборотных активах в виде запасов. Поэтому посмотрите, пожалуйста, если мои запасы увеличились, это что означает? Что я их приобрела. Это никак не скажется на прибыли. Прибыль у меня посчитана в выручку минус себестоимость. Основное прибыльное дубаловое. А увеличение запасов, деньги я потратила, это никак на прибыль не повлияло. Я могу приобрести запасы в виде сырья, а может быть на торгово-закупочное предприятие готов приобрести товары для перепродажи. А может быть я сырье потратила, и моё сырье превратилось в готовую продукцию. Это никак не влияет на прибыль, поскольку расходов не произошло. Но это уменьшает сумму денежных средств. Мы же потратили деньги. И в то же время, если я в отгрузке использовала то сырье, те товары, которые уже были на складе, у меня прибыль уменьшилась, но денежного оттока не было. Я не закупала эти товары, они у меня еще с прошлого года стоят. То есть посмотрите, у нас четыре причины, глобальные причины отличия финансового результата от реальной суммы денежных средств. Это первая причина. Давайте еще раз повторим. То, что финансовый результат у нас формируется по методу начисления, а деньги мы считаем по кассовому методу. Второе. У нас есть приобретение долгосрочных наших активов, и в расходы войдет только амортизация этих долгосрочных активов, а деньги мы зачастую платим всю сумму. И то, что в качестве прихода денежных средств у нас могут быть в том числе заемные средства и как раз-таки увеличение суммы оборотных активов. Соответственно, давайте теперь посмотрим, а какова же, как рассчитать все эти отклонения, как построить. А если прямым методом мы с вами разобрались, мы берем с вами выписки, оборот, то есть составляем обороты по счетам, будь то касса, будь то наши считали, выдвижение денежных эквивалентов, и фиксируем сумму реальных поступлений, реальных платежей, то для построения косвенным методом нам нужен другой алгоритм. Давайте посмотрим, как мы с вами это сделаем. При использовании косвенного метода, так как наша задача преобразовать прибыль, то мы будем рассчитывать корректировки. И эти корректировки будут производиться в несколько этапов. Мы берем с вами чистую прибыль предприятия, а далее корректируем. И первый этап, мы устраним влияние на финансовый результат те операции, которые носили неденежный характер. Ну, это в первую очередь амортизация. Раз мы амортизацию никому не платили, то денег у нас должно быть больше, чем прибыль на величину амортизацию. Согласны? То есть амортизация у нас, посмотрите, будет добавлена к чистой прибыли. То есть прибыль плюс амортизация – это те денежные средства, которые далее должны быть. Далее, посмотрите, пожалуйста, мы смотрим, а были ли за данный период у нас выбытие наших необоротных активов. Потому что, посмотрите, если мы с вами продавали в необоротные активы, то у нас были поступления, которые в отчете о финансовых результатах пойдут у нас эта прибыль куда пойдет? В прочие виды доходов. То есть это прибыль, полученная от выбытия, может быть, убыток, полученный от выбытия наших необоротных активов. То есть наша прибыль уже либо уменьшилась, либо увеличилась. А с точки зрения отчета финансовых результатов эти денежные потоки попадают в потоки по финансовой деятельности. Так вот, чтобы не было затворения, мы должны сфориентировать. То есть посмотрите, если мы получили в отчете о финансовых результатах убыток, то мы должны быть его добавить. Если мы получаем прибыль, мы должны тогда ее исключить. То есть посмотрите, сумма убытка, полученного в результате выбытия, прибавляется, а наоборот, прибыль, мы вычитается. Аналогичным образом мы исключаем другие статьи-расходы, которые будут отображаться в отчете о движении денежных средств в результате потоков от инвестиционной деятельности. Ну, предположим, если мы получали дивиденды, если мы получали проценты от выданных займов, то есть мы должны с обратным знаком это все предоставить. коллеги, которые сейчас ведут записи. Если у вас сейчас понимание есть, то есть все то, что на доске, я выложу на страницу нашей группы, вы сможете скачать. А если память действительно механическая, записал, тогда стало понятно, конечно же, фиксируете все, что хотите. Да, то есть абсолютно все, вести тот текст, как вордовский, так и в виде презентации, которую я подготовила на страницу группы, я выложу, чтобы вы могли потом перечитать. Соответственно, это первый этап. Посмотрите, мы устранили влияние на финансовый результат операции неденежного характера и устранили влияние инвестиционной деятельности. Сделали. Второй этап, посмотрите, пожалуйста, нам необходимо выполнить все те корректировки, которые связаны с изменением оборотных активов. И снова у нас корректировки будут идти с обратным знаком. То есть, посмотрите, если у нас статья оборотных активов в балансе увеличилась, ну, посмотрите, если у нас запасов стало больше, это означает что? Что мы их купили. То есть, мы фактически свою прибыль уже потратили в виде денег на закупку как раз таких оборотных активов. То если у нас запасы увеличились, то мы нашу прибыль, чтобы превратить ее в денег, деньги должны уменьшить. Если же наоборот запасы уменьшились, это означает, мы использовали со складом, мы не покупали новых, то мы к величине прибыли должны прибавить. Денег у нас должно быть больше. То есть, прирост оборотных активов отображается со знаком минус, а их сокращение со знаком плюс. А если мы говорим о движении по разделу пассива, наши краткосрочные обязательства, то ситуация будет прямо обратная. Ну, посмотрите, ведь мы с вами сказали, на финансовый результат влияет то, что используем разные методы. Мент начисления. Раз я сырье потратила, я включила в себе стоимость, но я ведь могла его не оплатить еще к нашим поставщикам. То есть, произойдет прирост кредиторской задолженности. Но поставщикам должны. То есть, денег у меня должно быть больше. То есть, если моя кредиторская задолженность увеличилась, то денег стало больше. Если она сократилась, это значит, я рассчиталась в том числе за некие прошлые обязательства, то денег у меня меньше. Поэтому посмотрите, если мы отображаем кредиторскую задолженность, то посмотрите, мы с вами сейчас я приток денежных средств отображается со знаком плюс. Сейчас я выделю жирным и курсивом, так же, как я сделала с оборотными активами, а отток со знаком минус. То есть, посмотрите, в активах изменения активов у нас знаки обратные в пассивах, они такие, как и должны быть. Соответственно, посмотрите, пожалуйста, задачи всех корректировок, которые мы делаем, а мы будем анализировать все оборотные активы, все, за исключением непосредственно самого изменения денежных средств, поскольку наша задача и рассчитать, как они изменились, и все краткосрочные наши обязательства и вносим данные корректировки. И задача, чтобы все совокупные наши влияния превратить чистую прибыль, которую мы скорректировали на все эти денежные потоки, превратить в чистый денежный поток по текущей деятельности. И тогда мы с вами придем к выводу, что наша структура отчет о движении денежных средств, построенного косвенным методом, можно тогда представить в виде следующей таблички. Посмотрите, пожалуйста. Чистая прибыль плюс амортизация, как мы сказали, она всегда прибавляется. А далее, посмотрите, пожалуйста, мы смотрим, как меняются наши оборотные активы. и в первую очередь это наши товарные запасы. Ну, это у нас как раз-таки если мы смотрим оборотные активы, первая строка это у нас запасы. Причем обратите внимание, запасы в том числе НДС по приобретаемым ценностям, они меняются. Далее у нас идет дебюторская задолженность, потом непосредственно денежные средства. Денежные средства изменения по этой строке не рассматриваем, поскольку это то, что мы рассчитываем. И, соответственно, посмотрите, увеличение у нас показывается со знаком минус, а уменьшение оборотных активов показывается со знаком плюс. А относительно, посмотрите, пожалуйста, наших краткосрочных обязательств, то есть, посмотрите, все наши задолженности, увеличение показывается со знаком плюс, а уменьшение показывается со знаком И наша задача в результате данных корректировок рассчитать денежный поток от текущих операций. То есть если в прямом методе мы все поступления минус все платежи получили чистый денежный поток, то в косвенном методе мы берем чистую прибыль, вводим все наши корректировки и также получаем чистый денежный поток от операционной деятельности. Если же говорить о финансовой деятельности и инвестиционной, то при построении отчета любым методом, прямым или косвенным, они отображаются идентично. То есть мы берем реальные денежные потоки, то есть которые к нам денежки поступили, которые у нас ушли и рассчитываем чистый денежный поток. Концовка отчета везде будет одинаковая. Мы рассчитываем суммарный чистый денежный поток и остатки. То есть разница у нас будет только в текущей деятельности, то есть в наших поступлениях от операционной деятельности. Соответственно, посмотрите, пожалуйста, а как же тогда какие дополнительные коэффициенты, какие дополнительные, какие, собственно говоря, показатели мы можем с вами рассчитать имея как прямой, так и косвенный метод. Да. А что такое резервы в предстоящих платежей? Посмотрите, пожалуйста, вот у нас увеличение резервов предстоящих платежей, это, собственно говоря, то, что сейчас у нас называется, это раньше были резервы, а сейчас мы в отчетности у нас, кто мне напомнит? Ну, как раз таки у нас мы делаем то, что выплата, отпуск, мы это говорим. Это называется, а сейчас у нас строка, ребята, как говорится, что-то с памятью моей стало. Сейчас, 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 коллеги, иногда бывает память самая неподходящая. Лето, да, пишут, ребята, дело не в лето, сейчас, одну секунду, а вот я сейчас открою отчетность, которая у меня есть под рукой, аэрофлот сегодня просто с ребятами приводила пример. Так, и, соответственно, у нас сейчас в пятом и четвертом разделе оценочные обязательства, то есть увеличение. Ну, это, там не только отпуска, там, да, и премиальные фонды, и, то есть все те обязательства, которые вы помещаете. Соответственно, посмотрите, если сумма у вас здесь увеличилась, вот, ну, предположим, мы наблюдаем, за счет чего мы создавали эти резервы? За счет чистой прибыли. Соответственно, прибыль у нас одна, а реально мы эти деньги никому еще не платили. Поэтому увеличение пока у нас... Знаете, Судяна, у нас есть еще такая ситуация, мы не можем никому не заплатить вообще никогда. Да. Ну, так, посмотрите, пожалуйста, прибыль-то мы уже уменьшили. Да, а денег у нас больше, ведь наша задача, поэтому они называются оценочные. Ведь наша задача сейчас рассчитать, сопоставить прибыль и реальные деньги. Соответственно, если у нас оценочные обязательства вот здесь увеличились, это означает, что реальных денег у нас на счету, мы же это еще никому не заплатили, у нас больше. Поэтому в данной схеме, когда мы говорим о схеме, если вот как раз-таки резервы, то есть наши оценочные обязательства увеличились, то мы должны эту сумму, сумму увеличения прибавить к прибыли. Мы же их не заплатили еще никому. Это искусственное помещение в создании задолженностей. Но по законодательству мы сейчас это делаем, все предприятия это делают. И причем оценочные обязательства, они у нас есть как в пятом разделе, так и в четвертом разделе долгосрочные. Если у вас есть долгосрочные программы, и каждое предприятие, оно в своей учетной политике прописывает, а что туда попадает. Ну, предположим, с ребятами на заключительном курсе вот анализ финансового состояния, как раз вот у меня с собой отчетность, анализировали отчетность того же самого аэрофлота. И здесь оценочные обязательства, посмотрите, достаточно существенные, миллиард 614 миллионов есть как в пятом разделе, и есть, посмотрите, оценочные обязательства, ну, в частности, здесь 391 миллион в четвертом разделе. Опять же, это нереальные наши главки, надо понимать, это мы не должны, это искусственное создание данных суд. Но вот если посмотреть, вот здесь вот есть как раз таки расшифровка, посмотрите, комментарий 13, сейчас давайте посмотрим, сейчас покажу. Так, это значит, это уже курочка, сейчас найдем. 10, отложенные активы. Ну, в данном случае, хорошо, не буду сейчас тратить на это время, но здесь четко в учетной политике прописано, что тот же, предположим, ну, в частности, компания «Пауэрофлот», они создают резервы не только отпусков, это текущее обязательство, но у них есть как раз таки программы социальных выплат. В частности, при увольнении сотрудников, уходящих на пенсию, и это рассчитывается пропорционально количеству отработанных лет, то есть там 30% окла, ну, не помню четко, за каждый отработанный год. Соответственно, как они считают, вот сотрудник достигает в следующем году пенсионного возраста, они сумму рассчитали, но не факт, что, как вы абсолютно правильно заметили, что он уйдет на пенсию, он может уйти и позже. При этом у компании, вот что попадает в долгосрочные обязательства, они рассчитывают на 3 года, на 5 лет вперед, они долгосрочные обязательства, есть дополнительное пенсионное обеспечение. То есть сотрудники, которые уволились, ну, проводят определенное количество лет, ушли на пенсию из компании, они получают дополнительную пенсию, не государственную из госпенсии, это пенсия как раз таки для сотрудников. И опять же, они знают, сколько сотрудников у нас сейчас на пенсии, какие выплаты, какие доплаты мы им делаем, и рассчитывают это, попадая в 4 раздел. Но это опять же, если компания будет продолжать свою деятельность непрерывную, это первое. Второе, если эти сотрудники, извините за прямоту, будут живы, то эти платежи будут идти. Если компания, происходит реорганизация, меняется положение, то никто этих денег ликвидируется, никто этих денег не должен, это не долги. Поэтому вот эти изменения, мы их не выплатили, они прибавляются к нашей прибыли. Поэтому посмотрите, алгоритм, но опять же, этот алгоритм применяется исключительно к расчету чистого денежного потока по текущей деятельности. Финансовая и операционная и инвестиционная деятельность по-прежнему рассчитывается по факту уплаты. Поэтому мы должны были скорректировать, если мы, нас выбывали наши внеоборотные активы, ведь это будет посчитано в инвестиционной деятельности, значит, тут мы должны уменьшить прибыль, либо увеличить, в зависимости от того, прибыль или убыток у нас был получен от этого выбытия. Собственно говоря, это структура. Поэтому, посмотрите, мы берем чистую прибыль из второй формы, амортизацию мы берем с вами, либо непосредственно из данных бухгалтерского учета, либо из пояснительной записки. В пояснительной записке, когда идет речь о структуре себестоимости, обязательно выделяется отдельная строка амортизация. Собственно говоря, посмотрите, ну вот у школы Арафлоту, пусть им бедненьким не кается, сейчас перейду к оглавлению. И посмотрите, у нас есть, так, запасы, это я оглавление пояснительной записки читаю, и как раз-таки, ну вот про резервы мы, так, доходы, доходы, расшифровка затрат, страница 54. Так, 54 плюс 17, 71. Так, расходы, расходы, расходы и расшифровка. Вот, пожалуйста, посмотрите, идет как раз-таки расшифровка той себестоимости, которая представлена. И в том числе, вот, пожалуйста, амортизация. То есть амортизация, которая была включена в себестоимость оказываемых условий. То есть эту строчку мы с вами сказали, прибыли мы прибавляем. Далее, откуда же мы берем остальные наши увеличения дебиторской задолженности? А теперь мы переходим с вами к первой нашей форме, то есть к балансу. И я снова возвращаюсь к балансу. И вот я смотрю, наши оборотные активы, вот она дебиторская задолженность. В данном случае, посмотрите, что я вижу, я наблюдаю, что дебиторская задолженность у нас увеличилась на 7 миллиардов, даже на 7,5 миллиардов. Соответственно, если дебиторская задолженность увеличилась, это что означает? Что наши покупатели с нами не рассчитались, то есть мы этих денег не получили, то есть денег у нас будет больше или меньше? Меньше, с нами же не рассчитались, мы прибыль получили, а денег еще нет. Мы вычитаем. Далее у нас мы смотрим на наши запасы. Посмотрите, запасы снова увеличились. Мы с вами смотрим, было 4 миллиарда, стало 7. Рассчитываю, увеличено отклонение. В данном случае у нас будет 2,900, так как запасы увеличили, мы их приобрели. Что мы делаем? Значит, мы деньги потратили, абсолютно правильно возвращаемся с нашей схемы. Увеличение товарных запасов мы минусуем. Ну и смотрим, а как изменились наши прочие оборотные активы. В данном случае, вот они. В данном случае они снова увеличились, мы снова уменьшаем. Так как запасы, запасы, деньги на преддетель. Это мы отобразили увеличение, вернее, изменение, которые произошли с оборотными активами. Ну, вот в частности Аэроплота все оборотные активы увеличились, соответственно, денег у нас будет меньше. Далее, как мы с вами сказали, мы переходим к анализу наших краткосрочных кредиторских, ну, наших краткосрочных обязательств, то есть кредиторских непосредственно задолженностей. Это, как вы помните, пятый раздел баланса. И я начинаю анализировать. Посмотрите, пожалуйста, заемные средства я пока не трогаю, поскольку мне нужно отобрать. Это, помните, мы говорили, мы делаем корректировку отдельно на поступления. Эти поступления от увеличения будут отображены в нефтинансовой деятельности. Соответственно, вот это изменение никак не повлияло на наш результат. Поэтому в данном случае изменения заемных средств я не трогаю. Потому что прибыль у меня в связи с этим не увеличилась, не уменьшилась. А вот посмотрите, пожалуйста, когда я говорю, что у меня появились оценочные обязательства или возникла кредиторская задолженность, вот в данном случае, посмотрите, она у нас уменьшилась. Это, подожди, четвертый раздел, я смотрю. Кредиторская задолженность, а вот здесь краткосрочная увеличилась. Причем увеличилась, посмотрите, пожалуйста, на 9, тут, ну, фактически на 9 миллиардов, чуть меньше 9 миллиардов. Раз у меня увеличилась кредиторская задолженность, это что означает? Я не рассчиталась с поставщиками, а с ее уже на склад требований, или пооткрусила. Это означает, что изменение на эту величину у меня должно быть больше. И вот рассчитав наше отклонение, на какую сумму увеличилась моя кредиторская задолженность, я ее прибавляю. И так далее, посмотрите, пожалуйста, я буду идти по всем нашим строкам. Персоналу мы должны, а я ведь себестоимость это включила. Увеличение всех задолженностей приводит к тому, что денег у меня оказывается больше, чем прибыль, потому что в расходы я ее посчитала. Соответственно, посмотрите, пожалуйста. То есть мы с вами берем вторую форму, оттуда берем прибыль, а остальные данные, большинство данных, мы рассчитываем отклонением по балансу, за исключением амортизации. Амортизацию мы берем либо непосредственно, если мы составляем отчетность нашей организации, можем заказать бухгалтерию суммарную амортизацию. Если вы делаете отчет сторонней организации на основе предоставленной отчетности, то находим в пятой форме, то есть в пояснительной записке. Там, где у нас указана суммарная амортизация. Это можно либо в расшифровке расходов посмотреть, либо там, где у нас отдельно как раз-таки формы, у нас изменения основных необоротных активов, и там будут в том числе начисленные амортизации за период суммарная. Причем важно взять по необоротным активам амортизацию всю, как материальных, так и нематериальных, потому что зачастую материальные активы амортизацию берут, а нематериальные нет. Она ведь тоже вошла в себестоимость. Амортизация всех наших необоротных активов, в том числе нематериальных, она указывается в отдельной отчетности. И наша задача, мы получаем абсолютно идентичный денежный поток операционной деятельности, независимо от того, каким методом мы его рассчитываем. А теперь давайте посмотрим, а какие коэффициенты мы можем с вами рассчитать, какие данные получить в результате анализа. И начнем сначала с анализа прямым методом. Посмотрите, пожалуйста, на горизонтальном и вертикальном анализе рассчит останавливаться не буду. Я думаю, все с ним знакомы. Те, у кого есть интерес, пожалуйста, приглашаю вас на курс анализ финансового состояния предприятия. Там как раз-таки этим занимаемся. Горизонтальный анализ, это мы смотрим, сопоставляем нашу сумму по строке с предыдущим периодом, чтобы сказать, что наши обороты поступления платежей выросли, либо уменьшились по сравнению с аналогичным периодом. Насколько можно в абсолютном выражении, можно в процентах. Вертикальный анализ, это мы рассчитываем удельные весы. Ну, предположим, я могу рассчитать, что в структуре суммарного чистого денежного потока по периоду, скажем, 80% приходится на чистый денежный поток от текущей деятельности. Это означает, что основные деньги мы, сухой эскадр, получили от текущей деятельности. А может быть, наоборот. В компании первого эшелона, у них зачастую, предположим, недавно с ребятами анализировали деятельность Роснефти, головной компанией, сталкивались, да? И посмотрите, пожалуйста, несмотря на то, что у головной компании в качестве основной деятельности заявлена транспортировка нефтепродуктов по нефтепроводам, компания является по факту управляющей. И если посмотреть на доходы, собственно говоря, на чистый денежный поток от текущей деятельности, он намного меньше, чем доходы, получаемые по инвестиционной деятельности. И денежные потоки тоже разнятся, поскольку основные доходы компания получает в виде дивидендов от участия в своих дочерних предприятиях. И, собственно говоря, вычисляя вот как раз-таки эту долю, мы говорим, что в структуре чистого денежного потока 90% приходится на инвестиционную деятельность, мы уже понимаем, что это управляющая компания. То же самое вот взять, если, предположим, еще с предыдущей группы анализировали как раз-таки Магнит, группу компаний Магнит. Это сеть, ну, розничная сеть продуктовых магазинов. Так вот, головная компания, которая находится в Краснодаре, в виде основной беда деятельности указана сдача в аренду нежиловых как раз-таки объектов, недвижимости. То есть что делает головная компания в регионах? Покупает помещение под магазины, на месте создает дочку, своей дочке сдают в аренду. Но арендные платежи, если мы посмотрим на структуру денежных потоков, это мюзер по сравнению с тем, что компания получает в качестве дивидендов и в качестве процентов. То есть компания, она получает дивиденды от дочки, еще дает им займ. А арендные платежи, это не основная деятельность. То есть мы благодаря этому, анализу, структуре, можем понять, о чем занимается компания, что формирует у нее основной денежный поток. Как в структуре чистого денежного потока, так и рассчитать поступление по деятельности, поступление всего, платежи по деятельности, платежа всего. И если в анализе прямым методом мы можем применить и горизонтально, и вертикально ко всем видам деятельности, то если мы анализируем косвенный метод, то горизонтально мы можем сказать, что вот у нас изменение питерской задолженности, роль снизилась, но суммарное поступление мы там не видим. Поэтому на самом деле я всегда рекомендую для наибольшей достоверности вашего анализа, рекомендую аналитикам употреблять два метода сразу. То есть, если компания вам предоставила прямым методом подготовленный отчет финансовых результатов, самим построить отчет косвенным методом и провести анализ и того и другого, чтобы обеспечить сопоставимость данных. Если вам предоставили данные косвенным методом, то запросите у бухгалтерии дополнительно отчет прямым методом. То, что из косвенного метода вы не увидите реальный поток. И косвенный метод, посмотрите, при всех своих плюсах, а главный плюс – это то, что он позволяет увидеть, как прибыль превратилась в чистый денежный поток. К сожалению, он больше имеет возможностей для фальсифицирования. Почему? Сейчас аргументирую. Я думаю, что именно по этой причине пока что в России законодательно закреплен прямой метод, потому что его фальсифицировать нельзя. Мы берем реальные потоки, они должны подтверждаться выписками, будь то с расчетных счетов либо движения по кассе. А посмотрите, почему вот как раз недостатку косвенного метода относится к строению косвенного метода, вот риск фальсификации. Если у нас было некорректно рассчитано требование, то есть она искусственно замешена или искусственно запущена, то отчет, построенный косвенным методом, поскольку он пляшет от прибыли, он автоматически вот эту искусственность за собой подтянет. Понимаете? Поэтому важно, чтобы у вас был и тот, и другой метод тогда в строении, тогда вы можете произвести полноценный, наиболее объективный анализ. А мы с вами давайте остановимся. Если по прямому методу мы можем с вами провести горизонтальный и вертикальный анализ, то когда мы говорим о использовании косвенного метода, то мы с вами дополнительно можем рассчитать... Сейчас одну секундочку подготовила для вас специально материали, которые выложу. Посмотрите, пожалуйста. Так, ряд коэффициентов. В первую очередь, это коэффициент чистой прибыли, коэффициент качества чистой прибыли. И посмотрите, пожалуйста, это коэффициент, который можно рассчитать и в одном, и в другом методе. То есть мы берем чистый денежный поток по текущей деятельности и делим на чистую прибыль. Обозначение расшифровки я сейчас после коэффициентов как раз таки отдельно даю. То есть, посмотрите, пожалуйста, это коэффициент качества. Почему именно это называется коэффициентом качества? Да, мы получаем прибыль. При этом традиционно считается, что основную прибыль компания должна получать от основной деятельности. И таким образом мы с вами смотрим доля. А какова доля чистого денежного потока по текущей деятельности в чистой прибыли? Ведь если мы с вами чистый денежный поток по своей основной деятельности получили отрицательный, а прибыль у нас есть, это означает, мы прибыль получили за счет прочей деятельности. То есть наша прибыль формально некачественна. Это прочие изменения нам ее создали. И наоборот, чем больше доля чистого денежного потока в прибыли, тем качественнее считается прибыль. Потому что именно основная деятельность ее и генерирует. Второй очень важный коэффициент, который возможно рассчитать только по отчету, построенному косвенным методом, это доля амортизационных отчислений по гнеоборотным активам. Почему важно его рассчитать? Он позволяет оценить как раз таки, а сколько у нас реально будет денежных потоков. Ведь у нас денег будет всегда больше, как мы с вами сказали, на величину амортизации. И вполне возможно, текущая деятельность мне принесла вот чуть-чуть. Но если мы работаем в фондоемкой отрасли, то есть у нас огромное количество гнеоборотных активов, но это как раз таки будет тот же самый Аэрофлот, РЖД, то есть все наши фактически крупнейшие, тот же Газпром, все наши крупнейшие предприятия, они обладают огромной материальной базой и они регулярно амортизируются. Но эти деньги мы с вами не платим. То есть реальных денег будет всегда больше. Собственно говоря, мы считаем долю в чистой, как раз таки в чистом денежном потоке, что позволяет рассчитать, а на какой процент денег у нас всегда будет больше, чем прибыли. И тот самый коэффициент бивера, который смущает многих аналитиков, поскольку имеет вот такое вот название, в данном случае ничего страшного, бивер – это автор данного коэффициента, экономист. Рассчитывается он очень просто. Чистая прибыль плюс амортизационные отчисления. То есть фактически это то, сколько у нас реальных денег всегда будет больше, если мы действительно занимаемся своей текущей операцией. И мы делим на наши краткосрочные, долгосрочные обязательства. То есть фактически мы рассчитываем, а можем ли мы реальными потоками, а реальный поток у нас больше, как вы сказали, чем прибыль на величину амортизационных отчислений, а можем мы с вами реальными денежными потоками покрыть наши обязательства. И зарубежный опыт показывает, что благополучное предприятие добавило этот материал, данный коэффициент находится в пределах 0,4-0,45. Если мы с вами наша прибыль плюс амортизация можем покрыть хотя бы, ну тут вот 40% наших обязательств из заемного капитала, то предприятие успешно, и ни риск банкротства, ни риск утери кофероспособности ему не грозит. Аналогично посмотрите, пожалуйста, если же это рассчитывается в официант покрытия краткосрочных обязательств, почему он рассчитывается дополнительно? Потому что посмотрите, если в предыдущем пункте мы рассчитали покрытие всего заемного капитала, то есть краткосрочное, долгосрочное предприятие, все-таки нужно помнить, что долгосрочные обязательства в этом году мы с вами покрывать не должны. Это те инвестиционные вложения, которые являются на данный момент нашим рабочим капиталом. Мы будем их гасить в следующем и после следующих годах. И это уже будет другая, будет другая амортизация. Поэтому пути центра покрытия краткосрочных обязательств рассчитывается следующим образом. Чистая прибыль плюс амортизационное отчисление, то есть фактически те денежные средства, которые у нас должны быть в текущем году, деленные на краткосрочные обязательства. И в данном случае, чем ближе данный коэффициент к единице, тем лучше. А если он больше единицы, то это идеальная составляющая. Это означает, что мы полностью можем покрыть свои краткосрочные обязательства за счет своей прибыли. Ну и заключительный коэффициент, который мы с вами рассчитаем, это коэффициент реинвестирования денежных средств. И он рассчитывается следующим образом. Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности, деленный на чистый денежный поток по текущей деятельности. То есть, а какую часть им, которую принесла нам текущая деятельность, мы направили на собственное развитие? Или мы все с вами выплатим единице-дедентам? Ведь очень важно, чтобы компания не только получала прибыль, но и чтобы она развивалась, имела актуальные внеоборотные активы, модернизировала их, росла. И в заключении, что хочу сказать, нашего небольшого такого семинара, что в целом, безусловно, косвенный метод имеет преимущество, как мы уже сказали, по сравнению с прямым методом. И заключаются они как раз таки в том, что мы можем посмотреть, как наша прибыль превратилась в текущий денежный поток. При этом не забываем, что если наша базовая отчетность, на основе которой мы его делаем, была подготовлена с нарушениями, то есть предприятие искусственно завысило доходы, а может быть завысило или уменьшило расходы, то эта ошибка потянется и в остальную отчетность. Поэтому для наилучшего результата, вот в заключении, пишу вам, в качестве оптимального варианта, следует проводить применение прямого метода с последующей сверкой чистой прибыли и чистого денежного потока. Это позволит нам учитывать при своем анализе преимущества обоих методов. Коллеги, к сожалению, вот на этом материале наш с вами небольшой семинар подошел к концу и все, что мне осталось вас спросить, о какие у вас есть вопросы. А я уверена, что они возникли. Ребята, в режиме вебинара вы тоже можете писать вопросы. И пока я отвечаю на вопросы в аудитории. Так, будут ли еще семинары? Конечно же, семинары будут, ребята, и всю информацию посмотрите, пожалуйста, давайте с вами сейчас отдельно покажу, пока у нас в аудитории нет вопросов, девочки готовят. Итак, посмотрите, пожалуйста, если мы с вами заходим на сайт, сайт специалиста, то есть 3w.specialist.ru, вот я сейчас как раз-таки зайду на наш сайт, то посмотрите, пожалуйста, на вкладке «Виды обучения» есть такая вкладочка «Вебинары». Когда вы переходите, здесь полностью обучение про вебинаров и в том числе посмотрите, пожалуйста, «Бесплатные вебинары центра». Это как раз-таки то мероприятие, на котором мы находимся. Причем хочу обратить внимание, «Бесплатные вебинары центра» это то, что будет в будущем, а то, что уже было, у нас появляются видеозаписи прошедших вебинаров. Да, наш вебинар также будет видеозаписи. Единственное, на что хочу обратить внимание, коллеги, это, как правило, занимает некоторое время, то есть потому что наш отдел качества, они посмотрят нашу запись, и, как вы видите, у нас были отступления. Ну, я вот разговаривала с ребятами, сейчас эта запись попала, мы решали вопрос с микрофонами и так далее. Отдел качества проверяет запись, удаляет все вот не имеющиеся, не имеющие отношения к курсу кусочки, и где-то, ну, знаете, в течение трех-четырех недель видеозапись уже появляется. Относительно будущего, вот сейчас давайте я нажму, посмотрите, здесь вот все будущие вебинары нашего центра, бесплатные вебинары, вот они есть. В частности, хочу обратить внимание, ну, у наших коллег очень много разнопрофильных. У меня ближайший следующий вебинар, это в октябре, сейчас давайте посмотрим. Вот как раз-таки это SVP-анализ, в том числе с несколькими видами продукции в условии. Это 30 октября, он будет проходить на белорусско-савеловском, вы можете подключиться в режиме, кому неудобно приезжать, так же, как коллеги вебинара. В данном случае это как раз-таки расчет точки безубыточности, запас финансовой прочности и так далее. При этом, коллеги, если кого-то та информация, о которой мы с вами говорили, заинтересует более подробно... Не туда, открыла. Да ладно, давайте мы сейчас вот так вот зададим курс финансовый анализ, так будет правильнее. А когда эти видеозаписи рассматривают прям тему один в один, да, то есть мы там же тема, выдаватель... Да, 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 абсолютно правильно. Тема у нас так и будет называться построение анализа. Слайды. Слайды. Это все, смотрите, в записи они будут идти вот как вот у меня на доске шло, а выложено в печатном виде, то есть чтобы вы могли распечатать, потому что я в Word, на странице группы я сейчас покажу. Давайте я сейчас вот эту, на этот вопрос отвечу. Посмотрите, если вам то, что мы с вами говорили, нужно более подробно, то у нас вот есть такой курс, который называется анализ финансового состояния предприятия, его расписание, вот анализ финансового состояния предприятия, его расписание, так же, как и программу. Вот у нас есть программа, и мы сейчас с вами проговорили, посмотрите, у нас тут мы полностью анализируем финансовую отчетность, и в том числе, посмотрите, пожалуйста, у нас здесь есть Анализ эффективности управления денежными потоками. То есть полностью мы смотрим отчет и в том числе прямой и косвенный метод построения изучаем. Более подробно. У нас с нами сейчас полтора часа на все, а там, посмотрите, 8 часов, то есть целый день. И, конечно же, все эти показатели мы рассчитаем на практику, посмотрим. Расписание также есть на сайте. Я веду в том числе другие преподаватели. Вот и Сергей Викторович, Владимир Иванович ведут эти курсы. Вы можете подобрать, как удобный для вас режим обучения. Центр «Специалист» работает в четырех даже режимах. У нас есть занятия, проходящие утродень по будням. Утродень по программе выходного дня, будь то воскресная группа, либо субботний. Режим утродень это включает с 10 до 17.10, до 5 часов. Есть режим вечернего обучения. Вот посмотрите, предположим, вот есть вторник, следопятница, то есть три раза в неделю по вечерам. Это с полседьмого до полдесятого. И, конечно же, вы можете выбрать обучение в режиме губинара, либо открытое обучение. Коллеги, относительно открытого обучения, вот хотела бы прокомментировать, иногда слушатели боятся этого формата. На мой взгляд, если вы занятой человек, то это как раз-таки то, что нужно. В чем смысл открытого обучения? Вы также, как вот слушатели, чем вебинар отличается от открытого обучения? Вебинар – это вы подключаетесь к реально идущей группе. Ну вот, предположим, у нас сейчас с вами в режиме онлайн идет задача, занятие, вы здесь присутствуете. Ребята в режиме вебинара видят нашу доску и нас слышат. То есть они также присутствуют в режиме удаленно. А открытое обучение – это для тех слушателей, которые не могут именно в это время. Ну, представьте, вы работаете сегодня там до семи часов, и вы не можете подключиться. Как же тогда быть? Вот как раз-таки для таких слушателей, которые не могут присутствовать очно, не на занятиях, не в режиме вебинара, и есть открытое обучение. Чем оно характеризуется? У нас с вами есть курс. Курс достаточно медленный. Тот же, предположим, курс анализ финансового состояния, он занимает 40 часов, то есть 5 полноценных дней. Вы, когда выбрали открытое обучение, то вы получили запись этого курса. Вы можете в удобном для вас режиме посмотреть. Хотите вечером, хотите утром, хотите на выходной. Вы смотрите запись, но при этом у вас есть возможность прийти очно. Ну, посмотрите, предположим, вот у нас ежедневно, утро-день открытое обучение по курсу. Пять дней. То есть в течение пяти дней, ну вот в частности, здесь Сергей Викторович находится в комплексе Таганский с 10 до 5. Вы запись получили заранее. Вы ее посмотрели в удобное время, и у вас возникли вопросы. Вы пришли в любое из этих пяти дней, в любое удобное для вас время. Пришли там, может быть, там с двух до трех. Вы говорите, а у меня вот такие вопросы. А может быть, по вебинару подключились. И преподаватель отвечает на ваши вопросы. То есть вы сами выбираете график просмотра записей. Вот сейчас наши вебинаристы должны именно в это время подключиться и посмотреть. А там вы сами посмотрели, и при этом в открытом обучении вы можете задавать вопросы. А вот очно-заочное обучение – это еще один формат. Он – это растянуто во время. Если здесь у вас есть неделя в открытом обучении, здесь это обозначено, что неделя, у вас есть неделя. В очно-заочном обучении, посмотрите, пожалуйста, это вам неделя на просмотр, скажем, двух занятий, и есть один вечер, когда вы приходите, и все практику вы сделаете с преподавателем. Фактически это очень похоже, как учатся заочники в институте. То есть вот у вас время на подготовку, выполнение контрольных работ, а затем сессия. Вы сдаете практически работу, уже работая с преподавателями. Это очень заочное обучение. Это относительно темы нашего с вами курса. То есть, да. А вот открытая форма обучения, то есть в это время, которое там написано, лекции не ведутся. Смотрите, вот открытое обучение. Почему оно открытое? Что слушатели слушают разные курсы. Ну, предположим, я веду курсы финансового менеджмента. Это и управленческий учет, на котором мы сегодня присутствовали, и финансовый анализ, и различные практикумы. И, соответственно, в аудитории сидят. Вы можете дома смотреть. А можете прийти в аудиторию. Может быть, вы видели, у нас есть аудитория с двумя мониторами. Это для чего? Слушатель садится, одевает наушники и смотрит запись курса. Второй монитор, он выполняет те практикумы, которые выполняет группа. При этом сидит преподаватель, который готов проконсультировать. Вы смотрите управленческий учет, вы смотрите финансовый анализ, вы смотрите практикумы. Возник у вас вопрос, я к вам подошла, я на ваши вопросы отвечаю. Кто-то быстро посмотрел, знаете, часть посмотрели в аудиторию, часть посмотрели дома, и вы за два дня весь курс прошли. Вы говорите, вы знаете, у меня вопросов нет. Я говорю, замечательно, выполняйте тестовые задания, получайте свидетельство и пошли. Кому-то нужно больше времени на просмотр, и кто-то смотрит медленно, поэтому он здесь смотрит и дома. Но при этом в это время преподаватель находится в аудитории, он готов на ваши вопросы отвечать. А очно-заочное обучение, то есть вот это, вы получили ссылку, и вы смотрите дома. Я говорю, ваша задача – просмотреть, скажем, три занятия. При этом четыре часа у нас с вами, то есть вечерние, видите, будет очно. То есть раз в неделю, то есть вы всю неделю смотрите дома, а раз в неделю вы пришли, я с вами ответила на вопросы и дала практическую работу, которую мы выполнили, чтобы я могла понять, насколько вы усвоили материал. Дело в том, что все вы являетесь нашими слушателями. Соответственно, посмотрите, хочу обратить внимание, когда вы заходите на курсы, у вас справа будет вот так интерактивный путь водителя. И если вы зайдете как раз в путеводитель по курсам финансового менеджмента, тут есть все наши курсы по данной направленности, все ссылки активные. Про личный кабинет. Ну вот у меня уже я вошла, я сейчас покажу. Когда вы заходите на сайт www.spециалист.ru, и, ребята, это касается как и слушателей в режиме вебинара, так и очных слушателей, у нас вот здесь справа есть «Войти». Вы нажимаете «Войти» и вводите свои данные. Если вы еще не регистрировались, то вы регистрируетесь. Если вы уже зарегистрировались, но я вот сейчас войду под своим логином и паролем, у меня интерфейс личного кабинета будет несколько отличаться от вашего. Нет, сначала вы сами регистрируетесь. Посмотрите, пожалуйста. Вы регистрировались уже хотя бы раз? Я через личный кабинет не регистрировалась. Никогда. То есть, посмотрите, сначала вам нужно зарегистрироваться. И тут замасили. Сначала вы сами зарегистрировались, и у вас появился личный кабинет, как у физического лица. А вот потом один раз вы берете, ну вот посмотрите, вот у вас напоминалочка вот такая розовая, как если вы еще не получали у администратора, то у вас будет, если вы являетесь выпускником центра, то для получения доступа к сервисам выпускника вам нужно зарегистрироваться и указать логин и пароль из памятки. То есть, вы сначала сами придумали себе логин, сами придумали пароль. Один раз берете памятку администратора и ее активизируете. Дальше она вам не нужна. Под вашим логином и пароль, когда вы заходите, сейчас покажу. Сейчас посмотрите. Вот у вас появилась ваша фамилия. Вот у меня сейчас Казакова Светлана. Но у меня сервисы преподавателя, у вас не такой интерфейс. У меня группы, я веду группы, а у вас будут курсы. И если я сейчас вот зайду на нашу страницу группы, то посмотрите, у нас что? Ну, моя фотография, электронный адрес. Здесь написано расписание наше. Ну, вот сегодня мы занимались. А вот здесь, вот видите, домашнее задание, материалы группы. Сейчас написано, пока ничего нет, потому что я еще ничего не выложила. Сейчас, как только я остановлю запись, буквально в течение трех минут тот материал, который я вам показывала, я прикреплю. Соответственно, вы заходите на эту страничку и далее правой кнопкой мыши сохраните материал, пожалуйста, у вас готов к прочтению. Соответственно, ребята, если вдруг у кого-то не получается получить доступ, вам необходимо написать своему менеджеру, то есть менеджеру, который вас ведет, что у меня нет доступа, пришлите памятку. Вам пришлю. Если уж на крайний случай, ну, действительно, прошу на крайний случай, у вас есть вот здесь моя электронная почта, напишите мне, тогда я уже поставлю в известность нашу интервью. Можно, вас немного, то есть можно. Ну, дайте мне сейчас минутку, я сохраню на сайт, и тогда присутствующим можно на флешку. На почту не отсылаю по причине... Да, спасибо, до свидания, по причине, опять же, того, что достаточно много у нас сегодня слушателей, и отобразить всех я просто не смогу. Да, 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 ребята, будем ждать. Консультироваться можно ли, спрашивают. Коллеги, посмотрите, пожалуйста, какое у нас действует правило. Мы консультируем наших слушателей, вот всем слушателям говорю, что в течение трех месяцев по окончании курса консультирую по почте по темам курса. При этом вопрос должен быть конкретный, то есть, ну, если там, может быть, ошибка в отчете, может быть, там в Excel мы делаем, пожалуйста, присылаем файл, вот, потому что, знаете, ну, бывали случаи, когда слушатели присылают выгрузку в PDF, там, ну, отчетность, ну, как вот я по Аэрофлоту, слава сильно помогите провести финансовый анализ. То есть, ну, к таким подвигам не готово, что мне нужно все данные перевести, все проанализировать, вам выслать. Это консалтинговые услуги, мы их не предоставляем. При этом, посмотрите, пожалуйста, если вопросы вот небольшие, ну, бывает, вот, такой-то коэффициент, как его правильно интерпретировать. То есть, то, что ответ, ну, занимает в рамках 10 минут, с удовольствием отвечу, всегда поддерживаю наших слушателей. При этом, пожалуйста, ну, относитесь с уважением к тому, что не моментально отвечаю, но сутки на ответ нужно, потому что не прихожу уже домой после занятий, начинаю отвечать. Первый момент. Второй момент. Если вдруг нужна консультация действительно длительная, там, может быть, проконсультироваться относительно вашего предприятия, то есть такой формат занятий, как индивидуальное обучение. То есть выбираете курс, анализ финансового состояния. А посмотрите, вот опять же, снова я сейчас вот зайду в анализ финансового состояния. Предположим, анализ финансового состояния. Ну, сейчас... То есть в зависимости, по какой теме, если управленческий учет, да. И посмотрите, если я захожу на страницу курса, снова мы на нем вот уже были, просто не занимаюсь продажами, это либо написать своим менеджер, либо, посмотрите, эта информация не является абсолютно секретной. Это открытая информация. Вот программа курса. Если вопросы относительно данной программы, то вы смотрите, у нас ниже расписание, ниже стоимость. И потом посмотрите, пожалуйста, так, 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 так. Вот, Цент предоставляет специальную услугу, индивидуальное обучение. Стоимость обучения, а уточняйте, у менеджеров. Ну, в данном случае, к любому, да. То есть либо своему пишите, либо в любом комплексе, в котором вы проходите обучение, подходите к администратору, говорите, по какому курсу, какому преподавателю, если есть предпочтение, нет вам предложек, они, вы хотели бы позаниматься, обозначаете тему, и далее выбираете формат, когда вам удобно, выходной, день, вечером. Это ставится в расписании, приходите в нужный момент. Единственное, коллеги, знаете, на что я хочу обратить внимание? Если вы по курсу хотите позаниматься, ну, действительно, по программам курса, но некий вопрос рассмотреть более подробно, тогда, безусловно, приходим, и все. Если при этом вы хотели бы, ну, есть ряд особенностей, вы хотите плюс к программе курса, углублено какие-то, может быть, ваша организация не совсем типична, ну, предположим, нетипичная организация, это банковская сфера, госучреждения, и ваш вопрос будет касаться именно этой специфичной темы, то не поленитесь зайти на страницу преподавателя, а у всех преподавателей страница на сайте, и на электронную почту написать письмо. Ну, предположим, мне пишите, Светлана, у нас с вами занятия, там, через неделю, ну, заблаговременно, хотя бы дня за три, я хотела бы рассмотреть вопрос, и вопрос, чтобы преподавателя было время подготовиться, чтобы не получилось. Мы пришли на индивидуальное занятие, вы задаете вопрос. Я говорю, да, у меня есть общее следение по этому вопросу, но, говорю, надо, вы знаете, посмотреть, там вот в пояснениях есть, ну, деятельность, которая регламентирована, чтобы я не тратила ваше время на это, там, лезла в закон, там, в комментарии. Обозначите вопрос, когда, безусловно, преподаватель придет уже подготовленный к тому вопросу, который вы зададите. Коллеги, я запись вебинара сейчас остановлю, а, соответственно, далее мы будем уже, сейчас буду сохранять материалы. Давайте пока. Продолжение следует... Продолжение следует...